Маша Распутина известна благодаря глубокому характерному вокалу. В ней зрителей поражало всё – тембр голоса, яркие наряды, раскованное поведение на сцене. Но мало кто знал, какой ценой Распутины досталась популярность, слава и материнство. Родной брат сидел в тюрьме, дочка лежала в психиатрической больнице, а бывший муж умер на скандальном телешоу. Почему союз с продюсером Владимиром Ермаковым принёс артистке много горя, а бизнесмен Виктор Захаров настоял на приостановке концертной деятельности Распутина? Об этом и многом другом вам расскажет канал «Нам и не снилось». Но обо всём по порядку. 13 мая 1965 года в семье Агеевых появилась дочь, которую счастливые родители назвали Аллой. Будущая певица родилась в городе Белово и позже переехала в деревню Уроп Кемеровской области, где жили дедушка и бабушка Полине отца. Уже в детстве стало ясно, что девочка музыкально одарена. По окончании школы она отправилась подавать документы в Кемеровский университет культуры. Один из членов приёмной комиссии предложил талантливой девушке учёбу в Тверском училище. И Агеева прислушалась к совету и отправилась именно туда. Окончив дирижёрское хоровое отделение, Алла перебралась в Москву и устроилась в Варьете. Успех и слава пришли к Алле благодаря её первому супругу Владимиру Ермакову. Это он придумал псевдоним Маша Распутина. Владимир стал продюсером жены. В столице им удалось попасть в музыкальную тусовку, где артистка познакомилась с Леонидом Дербенёвым. Известный поэт-песенник и написал для неё «Играй музыкант». Позже появились и другие знакомые всем хиты – «Гималайи», «Кружит музыка» и другие. Маша не скрывала, что уже через год после свадьбы пожалела о скоропостижном замужестве. Последующие годы это был коммерческий союз двух творческих и амбициозных людей, но никак не любящая семья. В браке с Владимиром Ермаковым певица прожила 17 лет, но сегодня с ужасом вспоминает эти времена. В 1985 году на свет появилась дочь Лида. Сегодня девушке 37 лет. Она не замужем, детей нет, зато проблем со здоровьем хватает. Долгие годы Маша не распространялась о существовании дочери Лиды. По сути, о девушке стало известно, когда Владимир Ермаков и Маша Распутина официально развелись. Известие о разрыве родителей Лида восприняла очень болезненно. После развода Маша поставила жесткий выбор дочери – или она, или отец. Но Владимир уже тогда манипулировал чувствами девушки, и дочь предпочла остаться с отцом. Ермаков по-своему любил дочь, но больше использовал ее в своих корыстных интересах. Мужчина создал ей спартанские условия для жизни, растил в строгости и повиновении. Слабая духом Лида никогда не шла наперекор его решениям. По сути, дочка была никому не нужна, мать налаживала новую жизнь. Отец после развода с артисткой оставил средства бывшей супруги и еле-еле перебивался, поскольку Маша не собиралась продолжать с ним сотрудничать. Тогда Владимир Ермаков начал настраивать дочь против родной матери, водил ее поток шоу и зарабатывал на этой неприятной истории. Примерно в то время у Лиды произошел первый нервный срыв, за которым последовали серьезные проблемы со здоровьем. Даже когда Лида лежала в психиатрической клинике, на встречу с ней Ермаков приходил с журналистами и устраивал очередное шоу. В октябре 2017 года Владимир неожиданно скончался во время съемок телевизионного шоу. Эта новость шокировала многих, но Распутина не спешила комментировать трагедию. И только позднее в эфире программы «Секрет на миллион» она жестко высказалась по поводу сложившейся ситуации. «Он же сдох в эфире какой-то программы, как собака сдох, ему там недоплатили какую-то сумму, около 100 долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», – заявила артистка. Когда Ермакова не стало, первое, что решила сделать Лида, так это помириться со знаменитой мамой. Правда, случилось это далеко не сразу. Мать и дочь не общались несколько лет. Маша Распутина болезненно восприняла решение Лида остаться с отцом и прекратила с ней всякое общение. Певица даже не знала, что старшая дочь лечится в психиатрической клинике. Однако, узнав об этом, не поспешила ее проведать. Обида на ситуацию оказалась сильнее. После выхода из психиатрической больницы выяснилось, что Лиде просто некуда идти. Девушку с радостью приняли в монастыре, где духовный наставник пытался улучшить ее эмоциональное состояние и примирить с матерью. После долгожданного примирения Лида Ермакова переехала в новую семью Маши Распутиной. Казалось, жизнь наладилась, но нет. На новом месте старшая дочь Распутины долго не задержалась. Мать и отчим наблюдали странности в ее поведении, частые депрессии и даже многократные побеги в монастырь. Сейчас Распутина хорошо общается со старшей дочерью. Маша подтвердила, что девушка страдает от психического недуга, и поэтому та постоянно проходит лечение в специальном пансионате. По словам артистки, она не может сама ухаживать за Лидой, так как девушке важно принимать лекарства вовремя и постоянно проходить обследование. Несмотря на все жизненные испытания, артистка все-таки смогла обрести личное счастье. Уже больше 20 лет Маша замужем за Виктором Захаровым. Он начал ухаживать за ней в 95-м году, а поженилась пара лишь в 99-м. В первый день знакомства, которое состоялось на Мадейре, где проходил музыкальный фестиваль с участием звезд российской эстрады, Виктор пригласил артистку в ресторан. Для романтического ужина он заказал вино за 25 тысяч долларов. Кстати, на остров Захаров приехал исключительно для того, чтобы познакомиться с Распутиной, но Машу не захотела продолжать общение. Еще одну попытку завоевать ее сердце Виктор предпринял через три года. «Я посмотрела на него с чисто женской стороны. Подумала, хороший мужик, надо брать», – говорила певица. Она не устояла перед красивыми ухаживаниями и дорогими подарками. Захаров по-настоящему влюбился в певицу и сделал ей предложение. Маша и Виктор обвенчались. 8 сентября 2000 года родилась их общая дочь Мария, которой досталась вся материнская любовь Распутиной. Из-за декрета и ультиматума мужа артистка прервала концертную деятельность. Захаров заявил, что ему не нужна гастролерша. «Карьера – это ничто. Для меня семья, муж, дети – это идеал. Дом – моя крепость. Когда ты попадаешь в теплое гнездышко, оттуда тяжело выйти», – рассуждала артистка. И Маша полностью растворилась в семье. На эстраде стало появляться редко. Виктор сделал так, чтобы жена и дочь ни в чем не нуждались. Несмотря на то, что Захаров не жалеет средства для жены и дочери, он строгий отец. Юной Маше ничего лишнего не позволялось, и девушка выросла довольно скромной. Мария идти по стопам знаменитой мамы не захотела и выбрала профессию журналиста, которую получает в МГИМО. Но вот со старшей сестрой Лидой она общаться не хочет, предпочитая общество дочери отца от первого брака – Нелли. Немногие знали о наличии у Маши Распутиной родного брата Николая. В момент становления как певицы она помогала и ему продвинуться на сцену, но у родственника ничего не вышло. Он обосновался в столице и завел семью. Проживая под одной крышей с женщиной и ее ребенком, однажды он остался дома с малышом один. А когда жена Николая вернулась домой, обнаружила сына мертвым. Брат Распутиной утверждает, что произошел несчастный случай. Но суд доказал вину Николая, обвинив его в убийстве несовершеннолетнего и отправив в колонию на 10 лет. В местах лишения свободы ему пришлось несладко. Несмотря на обращение Маши к высшим чинам, переквалифицировать статью Агеевым так и не удалось. Зато сестра помогла брату быстрее выйти на свободу. И в молодости, и сейчас певица ревностно относится к внешности и фигуре. Ходит в спа-салоны, на тонизирующие и омолаживающие процедуры. Занимается фитнесом с персональным тренером. При росте 173 см артистка старается держать вес в пределах 70 кг. Поклонники давно сошлись во мнении, что выглядеть не на свой возраст Распутиной помогает пластика, а хейтеры в соцсетях указывают на откровенный фотошоп. Несмотря на долгий брак, муж до сих пор продолжает ухаживать за Распутиной и делать ей сюрпризы. Однако это не отменяет ссор в их союзе. Пару лет назад артистка выгнала супруга из дома. Конфликт разгорелся из-за того, что Виктор поправился на 5 кг и не хотел худеть. Услышав свой адрес множество неприятных выражений от Маши, он просто собрал вещи и переехал из загородного дома в московскую квартиру, из которой устроил настоящую детокс-клинику. Захарову удалось избавиться от лишнего веса, поэтому затрещавший по швам брак все же удалось сохранить. В одном из недавних интервью Распутина призналась, что она счастлива. Она уверяет, что супруг исполняет все ее мечты и капризы. Много лет назад певица увела будущего мужа из семьи, и сейчас ни капли не жалеет об этом.